Еще раз здравствуйте. Меня зовут Вячеслав. Если все будет хорошо и вам у нас понравится, вы решите продолжить курс. Я буду преподавателем данного курса у вас, а именно администрирование Linux. Собственно, у нас сегодня первое ознакомительное занятие. И я на данном занятии вам попытаюсь рассказать сначала какие-то административные нюансы, как это все будет происходить. Далее мы начнем знакомство с Linux. И дальше у нас на втором занятии более глубокие познания и более глубокое изучение данного предмета. Собственно, немного административных нюансов. Собственно, у нас все занятия будут происходить в TeamViewer. Наверное, вам это уже озвучивали. Все занятия, или, по крайней мере, большинство занятий я стараюсь записывать на видео, дабы кто-то опоздал, кто-то, может, кто-то отвлекся, так как у нас время позднее. Ну, собственно, мы проводим достаточно позднее время занятия. Поэтому я стараюсь все записывать на видео, потом ложить это куда-то на какой-то Google Drive и, собственно, давать на скачивание. И мне плюс, то есть я слежу за тем, что я дал на предыдущем занятии, что, собственно, буду давать на следующем. И вам плюс из-за того, что вы можете еще его несколько раз пересмотреть, если в этом есть необходимость. А также после каждого занятия я стараюсь скидывать краткий такой конспектик по занятию. Это обычно какие-то команды, это обычно какое-то там базовое объяснение того, что мы разбирали на занятии. А занятие у нас длится два часа, поэтому у нас оно будет состоять из двух таких частей. То есть первая часть, потом буквально минут пять перерыв и, собственно, вторая часть. Весь предмет разбит, так условно, разбит на… Можно разбить на пять модулей или на пять блоков, собственно, по этим блокам. Первый блок включает в себя это знакомство с Linux, знакомство с архитектурой данной системы, с файловой системой и основной командой. Также он включает знакомство с bash, это написание каких-то скриптов для автоматизации работы, это понятие того, что происходит в так званых демонах системы, то есть или запускаемых модулях систем. Далее, пакетный менеджер, как ставить пакеты. Есть несколько методов, каким можно установить пакет, что можно вообще с пакетами делать. Забегая наперед, пакет это в Linux называется любая программка, которую можно установить. Также в ключе пакетного менеджера будут разобраны создания своих пакетов и создания своих пакетов с помощью фреймворка ДКМС. Далее, управление пользователями и привилегиями финализирует первый блок. Второй блок – это у нас введение в сервисы. Сервисы – это все, что, собственно, доустанавливается на Linux и может быть использовано. Это веб-сервера, то есть мы будем рассматривать в ключе курса – это Applash and Junx, разницу, взаимодействие, то есть как можно их связать, для чего используется один, для чего используется второй. Собственно, сервера баз данных – это PostgreSQL, это MySQL. Пока только два. В ключе баз данных мы будем рассматривать, если говорим о PostgreSQL, мы будем рассматривать Master Slave репликацию, то бишь отказоустойчивость и балансер нагрузок. Что касается MySQL, мы будем рассматривать как репликацию, то есть отказоустойчивость и балансер нагрузок, так и кластеризацию. Это технология, которая применяется в больших корпоративных целях для уменьшения нагрузки и, соответственно, как следствие отказоустойчивости всей структуры баз данных. Далее мы будем учить микросервисы, это такие как DHCP, FTP, SAMBA и TFTP. И почтовый сервер PostFix. Я думаю, что можно будет попробовать развернуть PostFix с какими-то дополнительными, там, какие-то довокод и так далее, то есть для, скажем так, более тонкой настройки. Третий блок – это у нас введение в сети. Введение в сети мы будем рассматривать на примере стека протоколов TCPIP. Мы будем изучать в данном блоке маршрутизации в сети Linux динамическую и статическую маршрутизацию. А что касается динамической, будем изучать, вернее, будут даны понятия трех протоколов динамической маршрутизации. Это OSPF, BGP и RIP. И, собственно, на практике попробуем на одном из протоколов построить динамическую маршрутизацию между какими-то условиями двумя хостами. Блок 4 – это у нас виртуализация и контейнеризация. Собственно, виртуализация – это KVM, Xen и OpenVZ будем изучать тоже на примере каких-то из них. Попробуем сделать виртуальные машинки, то есть среди Linux, естественно, и попробуем как-то ими поуправляться. И, соответственно, контейнеризация – это у нас Docker и Docker Compose. Это, собственно, достаточно животрепещущая тема в последнее время. И завершает наш курс. Это такой блок 5. Туда, наверное, вошли темы, которые, собственно, невозможно куда-то отнести. Это системы мониторинга. Я буду рассказывать о двух системах мониторинга. Вернее, я буду рассказывать о нескольких системах. Покажу, как настраивать и администрировать две из них. Это Kati и это Zalix. И, собственно, также дам понятия, какие бывают DDoS-атаки и какие методы защиты от данных DDoS-атак мы можем применить. То есть, как мы их можем постановить, что у нас именно DDoS-атака, какие у нас эти атаки бывают. И, собственно, что мы можем сделать, чтобы как-то отбиться от бандитов, которые нам это все дело решили придумать. В конце каждого блока будет такое, наверное, небольшое домашнее задание. Наверное, скажем так, о чем не было сказано или какие-то маленькие нюансы, о которых я уже упоминал в прочтении тем блока. В конце будет маленькое домашнее задание, которое там необходимо будет выполнить. Естественно, оценки никто ставить вам за это не будет, но оно больше нужно для вас, для закрепления каких-то там знаний, которые вы получите в процессе изучения. И, в принципе, для меня, чтобы я понимал, собственно, доходчиво я преподношу эту тему или нет. То есть, чтобы я как-то тоже корректировал свое прочтение. И, собственно, в ключе занятия самого можно задавать вопросы, даже, наверное, нужно задавать вопросы. Если у вас какие-то будут появляться, обычно это делается либо голосом, либо это пишется в чат того же темлевера. То есть, я читаю и, собственно, и слушаю тоже. Соответственно, я попытаюсь на них ответить. Если в обычном, скорее всего, даже часто так случается, что там слушатели слушают какую-то тему, на уроке вроде все нормально, вы там, прошло там 2-3 дня, например, какие-то выходные прошли, на следующие занятия приходите, есть какие-то вопросы по теме. Тоже не стесняемся, задаем, я попытаюсь на них ответить. Если что-то было непонятно в прочтении предыдущего занятия, вы тоже можете задать какие-то вопросы или сказать, вот тут, 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 я не понял, почему, и так далее. Я попытаюсь перефразировать каким-то образом и сделать так, чтобы всем стало все понятно. Что касается технического обеспечения, это, наверное, вам уже сбрасывали мануальчик по установке какой-то виртуальной машинки, на которой можно развернуть Linux. Linux мы будем использовать Ubuntu, последняя версия на сегодня, это 1804 серверная, будем использовать ее. Если у кого-то есть желание, ну или какая-то техническая, или на работе какая-то необходимость изучать параллельно другой Linux, какой-то там с NTS или еще чего-то, то есть в этом тоже нет ничего плохого, если вы развернете себе там 2 или 3 или 4 там различных Linux и будете параллельно их изучать. Если будут какие-то вопросы возникать, можете задавать по различным Linux, то есть мы не ограничиваемся только одной Ubuntu. Также я в процессе изложения курса буду, скажем так, проводить параллели между Linux Ubuntu, который мы изучаем, собственно, и другими Linux, которые существуют, ну дабы было какое-то понятие, какая разница между ними. Ну и еще такой один достаточно важный момент, так как мы изучаем серверную часть Linux, мы будем в основном использовать консоль для работы с Linux. Не в основном, а, наверное, полностью будем использовать консоль для работы с Linux, потому что, наверное, это такое родное средство для всех Linux администраторов. Они очень редко используют для настройки серверов какой-то app-интерфейс или еще чего-то. Окей. Если у вас есть какие-то вопросы по администрации, я могу на них ответить. Нету? Хорошо. Тогда давайте начнем наш первый урок, первое снятие. И начнем мы с истории возникновения, собственно, Linux. Linux берет свое начало с 1991 года как Linux дистрибутив, но перед этим у него была богатая-богатая история. Собственно, корнями он уходит в далекие 60-е годы, когда в компании Bell Labs американской собралось три человека, фамилии их не Ричи, Маккенрой и Томас. И они решили, даже, наверное, не решили, а они вынуждены были написать какую-то оболочку. Тогда они думали, что это оболочка, а на самом деле у них получилась полностью операционная система для тогдашних мейнфреймов. Мейнфреймов – это не персональные компьютеры, это такие набор коробочек, которые занимали, наверное, хороший этаж. Вот, они мигали кнопочкой, что-то там писали на бобины такие, и чего-то там могли за неделю посчитать зарплаты небольшому отделу. То есть, они достаточно были маломощные, но тем не менее. Общались изначально с ними передача сигнала и передача машинного кода. Это было достаточно неудобно. Поэтому эти три товарища решили облегчить всем работу и сделать так, чтобы с этими машинами, большими мейнфреймами, можно было общаться как-то по-человечески. Соответственно, ими была разработана система, которую они назвали Unix. Они не были как бы новаторами в изобретении операционной системы, до этого была изобретена система B-SYS. Собственно, вот она у нас написана. Она была изобретена Виктором Высоцким, если мне память не изменяет. Это еще было в 50-х годах. Но как бы она нигде не прижилась, так как она на то время опередилась чуть свое время. Но вернемся к Unix. Собственно, Unix это такой, даже, наверное, не отец, а такой дедушка Линукса. Собственно, разработан был в 60-х годах задворка компании Bell Labs. Это была разработана версия Edition 1. И примечательна она тем, что у нее был интегрирован первый язык, который назвали B, с помощью которого можно было вводить английские слова. И этот большой мейн-крейн что-то отвечал на эти слова. То есть он даже что-то пытался говорить, действовать в ответ на мгновенно человеческие слова. Соответственно, создали эти три товарища операционную систему Unix и увидели, что это достаточно хорошо. И начали ее развивать. Тоже в задворках этой же компании Bell Labs. Так, в 74-м году появилась вторая редакция Unix, или Edition 2. И она оставила еще больших следов в истории, чем предыдущая редакция Unix. Так как язык B был интегрирован в системе Unix Edition 1, он тоже, как такое новшество, понравилось и разработчикам, и операторам, которые на то время обслуживали мейн-фреймы. И его тоже начали развивать. Соответственно, в Edition 2 он насколько модифицировался, что его решили переименовать и назвали этот язык C. Собственно, он дошел до нашего времени, и на нем сейчас... Ну, то есть он уже тоже модифицировался, уже там C++ и так далее. C-Sharp. Но, собственно, изначально C, язык, который был придуман в рамках Unix-системы, был достаточно таким мощным средством, то есть мощным языком программирования. Вот. Изначально и Unix 1, и Unix 2 были написаны на ассемблеры полностью. А Unix 3 уже началась редакция, которая вышла в 1976 году, в которой уже начали появляться элементы, написанные на языке C. То бишь, она стала более читабельной. Тем не менее, все у них шло хорошо в компании LB Labs и у этих ребят, которые создали Unix-систему. Ну, но в 1980 году антимонопольный комитет Соединенных Штатов Америки предъявил компании Bell Labs претензию на то, что у них есть операционная система, которая есть только у них. Соответственно, руководство компании Bell Labs не нашло ничего лучшего, как начать делиться своей операционной системой. Так, с 80-х годов исходные коды Unix-системы начали расходиться по университетам Соединенных Штатов Америки. Вот. И каждый университет, так как программирование с 80-х годов тоже начинало набирать, как бы, такой популярности, каждый университет стремился как-то поэкспериментировать с системой и чего-то довнести свое. И, соответственно, эту систему они не называли уже Unix, а называли каким-то другим именем. Наиболее известные ответвления с 80-х годов – это Solaris и это BSD. BSD – это Berkeley университет. Расшифровывается как Berkeley Disk System, если мне память не изменяет. А Solaris, если честно, даже не подскажу. Чей? Но, тем не менее. Solaris сейчас дошел до наших времен в виде операционной системы Oracle. Есть Oracle Solaris. BSD – это платная операционная система, то есть ее можно купить и использовать у себя. А BSD дошел до нашего времени в виде FreeBSD системы и OpenBSD системы. То есть это серверные… Хотя некоторые энтузиасты используют ее даже на десктопе, но, тем не менее, это изначально серверная операционная система, которая предназначена для разворачивания серверов, сервисов и так далее. Дальше у нас в 1983 году возникло движение за свободу или движение за открытый программный код, так званый GNU. Создатель его, вот такой вот дяденька, его зовут Ричард Столман. И, собственно, идеей данного сообщества была разработка программного обеспечения с открытым кодом, бесплатного. Открытый код подразумевает то, что любой человек, который умеет, хочет, знает, как программировать, может взять приложение, переписать его под себя и использовать, и никто ему за это ничего не скажет. Естественно, но бесплатно, никто денег за это программное обеспечение не берет. Основной, как бы, такой движущей силой возникновения данного движения было то, что, как я уже сказал, Unix разошлось по университетам американским. Все университеты начали делать какую-то свою операционную систему, но при этом программного обеспечения под эти операционные системы не было, как такового, так как они управляли ситуацией мейнфреймами. В 80-х годах начали появляться первые, какие-никакие, но персональные уже компьютера. Соответственно, необходимо было какое-то программное обеспечение. Но вот это сообщество решило делать программное обеспечение просто для людей. То есть, они берут за это деньги. А вот молодой человек, ну, сейчас уже не молодой человек, а который чуть-чуть ниже нарисован, это Linus Torvalds. И, собственно, с него началась история самого Linus. Случилось это в 1991 году, когда Linus Torvalds еще был университетом Голландского университета. В то время ректором университета был некий Таненбауэр. И была при этом университете операционная система, которая называлась Minix. Она была тоже каким-то отпочкованием от Unix. При этом на этой операционной системе Таненбауэр объяснял, как происходят все системы, куда уходят импульсы и как это все работает. И все было хорошо, но у Linus Torvalds был персональный компьютер, который с железом несколько, ну, вернее, аппаратным обеспечением несколько отличался от тех компьютеров, которые стояли в лабораториях университета. И, собственно, Linus Torvalds решил покопаться в коде ядра Minix для того, чтобы сделать так, чтобы этот Minix запустился на его компьютере. В результате у него получилось совсем другое ядро, которое все-таки запустилось у него на его компьютере, и он сказал, что это, собственно, уже не Minix, а это уже Linux. Так началась история Linux самого. Ядро Linux первого, то есть версия 0.1, которая была написана с самим Linus Torvalds в 91-м году, доступна, да, по ссылочке, то есть на гид ее кто-то выложил, там она достаточно небольшой, то есть немного там кода, я могу, ну, вернее, не могу, а после занятия я скину на почту всем презентацию, там будет ссылочка, можете перейти и посмотреть, что там и как-то. Вот, первое ядро было написано частично на ассемблеры, частично на C, и, собственно, достаточно урезанный у него функционал был, но, тем не менее, разработчики сначала при Голландском университете, а потом и при других университетах им понравилась как бы идея Linux Torvalds, то есть писать свое ядро, которое будет целостное, которое будет делать что-то, которое будет поддерживать различные оборудования, которые используются дома. И все начали потихоньку что-то дописывать в это ядро, и, если мне память не изменяет, за полгода у него штат, даже не штат, а коллектив, их коллектив единомышленников вырос до 200 человек. То есть 200 человек что-то дописывали, что-то привносили в... в эту новую операционную, вернее, даже не в операционную систему, а в само ядро. И у них это все получалось. Но был у них один нюанс. Minix, собственно, как и Linux, который был написан Linus Torvalds, это было просто ядро операционной системы. Первая операционная система по умолчанию не делает... Ну, вернее, так, для обыкновенного пользователя, по сути, она не делает ничего. Да, она подключает аппаратные модули, да, она связывает их между собой, да, она умеет отправлять какие-то сигналы и чего-то делать. Но у него полностью отсутствует какое-либо программное обеспечение. То есть оно просто неприменимо в жизни, скажем так. Поэтому в 1992 году, когда уже была выпущена версия ядра 1.0, не 0.1, а 1.0, это полноценная версия ядра Linux, Linus Torvalds объединяется с сообществом вот этого дяденьки, которое я показывал ранее, с Ричардом Стоуманом. И первая версия уже готовой операционной системы с набором программного обеспечения, которое можно использовать как администратору, так и программисту, так и любому пользователю, ну, вернее, тогда это назывались операторы компьютера, вышла под эгидой GNU Linux. То есть она называлась изначально GNU Linux. Тенденции и запал, который энтузиасты во главе с Linus Torvalds задали в первой версии ядра и объединение с GNU, очень быстро подхватили различные компании и, собственно, другие группы разработчиков, которые бились с созданием каких-то операционной системы. Так начали появляться постепенно все новые и новые версии операционной системы Linux, уже готовые операционные системы, уже не Unix, а Linux. Так в 93-м году появилась операционная система Debian. Операционная система Debian, это Linux Debian, имеет вот такой вот логотип. Изначально разрабатывалась немцем, зовут его Ян Мердик, и данная операционная система позиционирует себя как универсальная операционная система. Ее можно использовать как серверную, так можно ее использовать и десктопную, то есть для обыкновенных, обыденных действий. Ну, сейчас уже это тем более актуально, то есть раньше это было не актуально, в 93-м году. И также Debian знаменит тем, что у него самая большая база различных пакетов, то есть различного программного обеспечения, которое можно установить. Ну, еще одно такое замечательное, скажем, у Debian, это то, что, собственно, Debian берет свое начало, Ubuntu, которого, собственно, мы будем изучать. Раньше это было отпочкование от Debian, сейчас разрабатывается отдельно своей, как бы, веткой, но тем не менее все равно, скажем так, подглядывает, подсматривает у Debian то, что ему надо. Сейчас Ubuntu разрабатывается компанией Canonical, и сейчас она имеет там кучу различных ответвлений, то есть кучу различных сборок. Там у него есть серверная сборка, то есть Ubuntu Server, Ubuntu Desktop, Ubuntu Cloud, то есть для облак у него уже есть там и еще, еще там есть. У Debian уже такого нет, у него есть просто дистрибутив, который вы устанавливаете, и вы уже его настраиваете, как вы его хотите, как сервер, как десктоп и так далее. В 1993, в том же году, что и Debian, вышла другая операционная система Соединенных Штатов, которая называется Red Hat. Красная шапка, вот она, ее логотип. И, собственно, данный дистрибутив является проприетарным с версии 4, нет, с версии 3, если мне память не изменяет. Red Hat является проприетарным. Проприетарным значит, что дистрибутив, то есть операционная система, платная. Сама операционная система доступна для скачивания, но для того, чтобы установить в систему какие-то дополнительные программные обеспечения, вам необходимо платить. То есть это будет стоить деньги. По цене сориентировать, к сожалению, не могу. Так же Red Hat знаменит тем, что у него есть целый саппорт-центр, то бишь центр поддержки пользователей и корпораций, которые используют Red Hat у себя. Тут могу отметить то, что данная услуга у них построена достаточно хорошо, и вплоть до того, что они могут дописывать какие-то драйвера для сугубо каких-то архитектур аппаратного обеспечения вашей компании, то есть если вы используете ихнюю лицензию. Девин же бесплатный. Убунту, которая сейчас уже на данный момент, на данном этапе развития, там уже есть и Enterprise-версия, которая является платной, есть бесплатная версия Ubuntu. Такие есть параллели. Самым старейшим Linux является Slackwire. Разрабатывается тоже она сейчас в Германии, она является бесплатной. И она... Не помню создателя. Патрик Фолькерген. Патрик Фолькерген создатель. И, собственно, он единственный лидер развития данной операционной системы. Она, как я уже сказал, самая старая, это 1991 год. Она использует самые... Вернее, начала использовать самое первое ядро Linux, которое было написано Лидом Торвальдсом. И как бы так развивается. Так как, скажем так, первые два дистрибутива Debian и RedHat являются такими достаточно промышленными, то есть их достаточно много ставят и много используют. И за ними также стоит за Debian хорошее большое сообщество. За RedHat стоит целая корпорация, то есть энтерпрайзная, которая там... Ну, то есть все задокументировано и так далее, то SlackWire развивается только силами какого-то небольшого сообщества и, собственно, самого Патрика Фолькергенга. Поэтому популярности у SlackWire нет, но есть у него нюансы, которыми он отличается от других дистрибутивов. Я чуть позже расскажу об этом. И еще один такой, ну, уже, наверное, вышедший в знаменитые в некоторых отраслях дистрибутив – это Suzy. То есть Suzy – это у нас платная версия, Open Suzy – у нас бесплатная есть версия. Тоже дистрибутив Linux германского происхождения. Сейчас выкуплен компанией Novel. И особенно популярен в Европе. Именно в Франции, Германии и Великобритании. Собственно, в большинстве государственных структур используются как раз-таки Suzy у них для работы. Тоже имеют хорошую поддержку, но, тем не менее, может быть использован как Open Suzy, то есть как бесплатно вы можете его ставить. Используется как на сервере, так и на десктопе. Да, кстати, Red Hat используется только на сервере. Можно на десктопе, но они не особо уделяют вниманию какой-то там новизне иконочек и тому прочее. То есть у них такое достаточно сдержанное все. То есть в основном у них уклон в серверную часть. Так, Suzy. Suzy у нас является отпочкованием, собственно, от Slackwire. Появился он в 1994 году. То есть достаточно старый дистрибутив. Что еще относительно отпочкования? Отпочкование от Red Hat. Как я уже сказал, они есть, то есть Red Hat есть платный, но его, скажем так, клон есть CentOS. CentOS это то же, что и Red Hat, только бесплатный. Не поддерживает его компания Red Hat, но поддерживает его сообщество и выходит он с опозданием в одну версию. То бишь, если Red Hat у нас есть там версия 7, то CentOS у нас версия 6. И через полгода выйдет версия 7. Ну, вот так чуть-чуть они запаздывают. Также отпочкованием от Red Hat, официально можно отпочковать от Red Hat, является дистрибутив Fedora. Fedora это до недавнего времени еще был дистрибутив, который имеет больше уклон на доступную часть, то бишь на пользовательскую часть. Но почему до недавнего времени? Потому что буквально года три назад они начали уже тоже делать серверную часть, они начали делать клауд-часть, все как угон. Вот. И, собственно, изначально Fedora был как некой такой тестовой базой для Red Hat. То есть он распространяется бесплатно, вы можете взять, поплацать в нем что-то, найти какую-то ошибочку, как в Microsoft Windows нажать, там отправить ошибку в центр помощи, и, соответственно, Red Hat отлавливал такие все ошибочки, потом он их как бы систематизировал, решал и уже включал свой платный дистрибутив. То бишь такой бесплатный тестинг на живых людях. Вот. А Slackwire на данный момент пока от очкований таких знаменитых нет, от Suzy тоже вроде нет. И есть еще такие дистрибутивы, которые называются дистрибутивы-конструкторы. Дистрибутивы-конструкторы – это операционные системы на базе Linux тоже, но которые распространяются не в виде готового какого-то продукта, как там Debian, Red Hat, то есть вы взяли ISO образ, установили его, и у вас есть там какая-то операционная система. А распространяются в виде каких-то модулей, которые вы сами компанируете, вы сами собираете, и вы сами размещаете так, как вам удобно. То есть вы можете собрать все, что угодно, а может у вас, конечно, и не получится, но никто и не несет гарантии за то, что у вас что-то получится. Это у нас дистрибутивы-конструкторы. Нет, там перечисления. Это у нас дистрибутивы-конструкторы. Это у нас дистрибутив Arch и, по-моему, из таких известных вроде все. Тем не менее, некоторые используют дистрибутивы, потому что, ну, скажем так, Linux это достаточно, не помню, кто сказал, это не только операционная система для каких-то корпоративных нужд. Помимо этого, это достаточно увлекательная система, в которой можно просто, не знаю, играться, 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 и всегда есть чем поиграться. Вот. Собственно, среды распространения дистрибутива. Debian, я уже сказал, он достаточно универсальная система, поэтому устанавливается везде. Ubuntu среди таких больших компаний, которые, ну, я лично знаю, что используют Ubuntu в своей инфраструктуре, это PrivatBank, это Новая Почта, которая благополучно используется как дистопная, так и серверная часть Ubuntu. RedHat используется, ну, так, ввиду своей платности, наверное, можно объединить его с CentOS, который является бесплатной. Его тоже используют даже Новая Почта, и его использует какой-то там Udex, это хостер достаточно такой, ну, специфический, но тем не менее, достаточно использованный. У него полностью вся инфраструктура построена на CentOS. Что касается, да, на CentOS. Что касается Fedora, то, что я уже говорил, что он, помимо того, что раньше был просто доступный, а сейчас он уже есть и серверный, и облачный, прижился очень хорошо у такой, наверное, небезызвестной компании, которая называется NASA, американский, вот, который запускает корабли в космос. Вот, они используют полностью все построено на Fedora дистрибутиве, как дистопном, так и серверном. Что касается Slackwire, Slackwire, ну, по последним данным, это где-то процентов 20 в архитектуре, в серверной архитектуре компании Google процентов 20 у них занимает как раз-таки Slackwire, который они используют у себя на серверах. Все остальное, то есть, ну, 20%, все остальное, 80%, это у них в перемешку и Debian, и в перемешку у них Red Hat. Вот, что касается Сьюзи, я уже сказал, что это у нас в основном государственные учреждения Франции, Германии и Великобритании, и, собственно, я чуть раньше говорил там о операционной системе FreeBSD, то есть, у нас сервер, ну, скажем так, это не совсем Linux, но сродни, то есть, по общему деду Unix, они как бы родственники. Используется в основном, в основном, наверное, на процентах 50 различных торрентах, по крайней мере, то, что мне удалось видеть, то это, наверное, 50% всех торрент-трекеров используют в своих дисковых массивах, это FreeBSD. И, собственно, FreeBSD также используется компанией Apple, то есть, грубо говоря, FreeBSD бесплатный, но Apple, официальный спонсор FreeBSD, использует наработки данной операционной системы о своих целях, включающей их в свои операционные системы, типа там iOS и так далее. и так далее. Вот, да, есть, есть такой у Apple. Собственно, что еще следует отметить? В черве таких разнообразностей в структуре Linux, то есть, одни там развивались в Соединенных Штатах, в Штатах, вторые там развивались в Германии, третьи там были выкуплены тоже, там, как в Сьюзе, например, американские, то есть, изначально стартовала в Германии, потом выкуплена новолом, это американская компания, то есть, соответственно, это за собой повлекло несколько таких отличий существенных, которые, которые сейчас разделяют данные Linux, уничтожатся. Идет куча споров, то есть, холиваров так званых, которые там говорят, этот Linux лучше, это там хуже и так далее. В самом деле, они просто разные, чуть-чуть. Наибольшим таким различием являются стандарты пакетов. Пакеты, это, как я уже говорил в начале, это программное обеспечение, которое возможно установить в данной операционной системе. программное обеспечение бывает абсолютно разное, и обычно по различной компании, которые выпускают то или иное программное обеспечение, стараются покрыть стандарты. То есть, они выпускают как по Linux, так и под Windows, там под MAT и так далее. Но, тем не менее, есть разница. Так как наиболее, ну, не наиболее, одним из наиболее старых дистрибутивов является Debian и Red Hat, они, собственно, положили начало такому разлому. Изначально Debian при создании пакетного менеджера, это, скажем так, программное обеспечение, которое управляет программным обеспечением в Debian. Не за технологию, но так. Имеет стандарт, который подразумевает расширение пакетов или программного обеспечения, которое заканчивается на точку Debian. Ну, как в случае, если проводить параллели с Windows, то это будет, например, там, есть окончание точка Excel, или точка MSI, в принципе, то же самое, но чуть-чуть по-другому оно устанавливается. У Debian это точка Debian, то есть пакет, который собран каким-то стандартом, мы будем дальше учить пакетный менеджер, мы будем вскрывать пакет, и я покажу, каким образом там все сгруппировано. Собственно, Debian дал начало созданию стандарта, который называется Debian. Red Hat, в свою очередь, который разрабатывался в Соединенных Штатах, ничего общего с Debian, то есть никак с разработчиками Debian не пересекались, и поэтому они создали другой стандарт, который называется RPM, то есть пакеты, которые устанавливаются в Red Hat, в Fedor, в CentOS и так далее, имеют в конце расширение RPM. И, собственно, это положило, наверное, такой разлом между двумя дистрибутерами. Дальше у Debian начались свои видения на безопасность системы, у Red Hat свои. Например, у Debian опять забегая наперед, есть такое понятие как суперпользователь. Ну, это у всех Linux есть такое понятие как суперпользователь. Это некий администратор как у системы Windows. Есть обыкновенный пользователь, под которым вы заходите. Если у вас даже будут все-все-все-все-все-все-все-все привилегии у этого пользователя, то у вас все равно будет чего-то не хватать, чтобы использовать эту ценную систему как суперпользователь или администратор. Собственно, в системе Linux он называется root, а не администратор. И, собственно, у Debian и Red Hat тоже разнятся подходы к этому. Как я уже сказал, если вы даже будете пользователем с наивысшими какими-то привилегиями, которые можно назначить на пользователя, вам все равно случится так, что вам необходимо будет повысить свои привилегии до суперпользователя для того, чтобы выполнить какие-то процедуры, какую-то команду или еще чего-то. у Debian используется для повышения привилегий директива SU, а у Red Hat используется SU-DO. Тоже вот такой нюанс, но, тем не менее, это две разных директивы, две разных оснастки, которые там у одной есть одни дырочки для взлома, у другой есть другие, но, тем не менее, они постоянно спорят между собой, какая из этих директив, ну, то есть, не конкретно два дистрибутива спорят, а там приверженность одного дистрибутива спорят с другим, у кого какая дистрибутива более, скажем так, глючная или более там нестабильная или еще чего-то. Вот. Ну, там еще куча нюансов, думаю, мы уже в процессе, там расположение папок у них чуть-чуть другое, то есть, директории в операционной системе чуть-другое, но, я думаю, мы уже в процессе изучения, я буду там проводить параллели, мы узнаем. Собственно, Сьюзи из этого списка использует тот же пакетный менеджер, что и Red Hat, то есть, который заканчивается на RPM. Ну, вернее, не тот же пакетный менеджер, а тот же стандарт пакетов, что и Red Hat, который заканчивается на RPM. Тем не менее, установить пакет, который есть в Red Hat и в Сьюзи невозможно. Так же, ну, понятно, что невозможно с Дебиана в Red Hat установить какие-то пакеты и наоборот. И, собственно, один дистрибутив я пропустил, это Slackwire. Дело в том, что Slackwire по сути своей и по архитектуре своей абсолютно безразлично, какого типа вы ему покажете, какого стандарта вы ему покажете пакет. То есть, это может быть хоть DEP, хоть RPM, хоть еще какой-то там, который придуман. Он в любом случае, у него есть необходимые инструменты, которые преобразуют все, что вы ему захотите у него установить в то, что устанавливается в Slackwire. То есть, он его конвертирует и тогда уже устанавливает себя. Соответственно, он такой достаточно динамический универсальный и универсальный дистрибутив, которому как бы на вот эту как раз-таки войну форматов предыдущий слайдик есть, которая образовалась, кстати, да, вот RPM, который в Red Hat, вот DEP, который в DEP. Ему абсолютно все равно на эту войну форматов, он себе существует без этого. Соответственно, в GENTU и в ARCH, которые я упоминал тоже, у них, в GENTU они есть пакетный менеджер, но у них там другие совсем пакетные менеджеры, которые вообще-вообще отличаются от этих всяких стандартов, которые я только что называл. Но они больше для таких, для энтузиастов, любителей покопаться в чем-то и что-то изобретать. Собственно, как я уже сказал, у нас условно операционную систему Linux можно поделить на две таких составляющих. Это у нас первая составляющая ядро, собственно, которое за все отвечает и за все, скажем так, за связь аппаратную часть отвечает. И, собственно, набор программного обеспечения, то есть пользовательское программное обеспечение, которым вы, собственно, управляете теми же командами ядра, но это уже на стороне польза. На следующем слайде у нас такая краткая или сжатая, я бы даже сказал, структура ядра Linux описана. Собственно, на данный момент у нас есть версия 4.6, если мне память не изменяет ядра ядра вот, самая новая и, собственно, структура у них примерно всяк, всех одинаково. Давайте, попытаюсь рассказать, ну, собственно, видим тут, что, вот так первые Linux назвались, все начинается с самого верхнего уровня, это у нас пользовательские приложения. Пользовательские приложения, это все объединено в пространство пользователя, пользовательские приложения, это приложения, с помощью которых мы можем чего-то делать, то есть, это какой-то браузер, это какой-то текст и редактор, это что-то еще, не знаю, командная строка, даже тоже можно отнести его к пользовательским приложениям, потому что это все, что делают у себя пользователи. Далее, у нас есть еще такое дело, как, ну, C-библиотека, то есть, в случае, если вы не просто обыкновенный пользователь, а еще можете написать что-то на C, то может быть подключена еще библиотека, которая будет управлять тоже этими сигналами, которые будут передаваться. Дальше, у нас интерфейс, после того, как вы что-то, как пользователь, сделали в каком-то программном обеспечении на вашей стороне, сигнал передается на интерфейс системных вызовов. В интерфейсе системных вызовов преобразовывается все то, что вы сделали визуально или какими-то командами или еще чем-то в понятный для ядра синдексис, то есть для какие-то директивы ядра. Обычно это все примерно выглядит как ассимблер. Кто пытался писать или кто может видел как выглядит ассимблер, директивы, то есть по перемещению каких-то битов туда-сюда примерно так выглядит интерфейс системного вызова. Далее сигналы передаются на ядро. Само ядро имеет несколько уровней в себе. Первый уровень это управление процессами настроения ядра, а данный уровень отвечает за все процессы, которые запущены системы. В системе все, что каким бы то ни было образом скажем так, не выполнилось и завершилось там ту же секунду, а каким-то образом запустилось и там что-то там еще висит в памяти называется демонами. То есть или даймон пишется. Вот. Соответственно ядро у себя на своей стороне воспринимает это как какой-то процесс. То есть он не воспринимает как даймон, стоит более на стороне пользователя даймон, а на стороне ядра он процесс. Каждому процессу присваивается его номер. То есть это обычно десятичное число какое-то и обычно начинается там с нуля и с единицы и продолжается дальше. Единица никогда вы не встретите у вашего процесса который вы уже непосредственно запустили потому что единица это у нас первый процесс который запускается вместе с операционной системой из Сидро. Он называется init. Так вот управление процессами отвечает за то чтобы эти процессы не пересекались между собой им были присвоены номера им было присвоено какое-то время жизни если в этом есть необходимость и они там выключались стартовали и так далее когда пользователь этого захочет ну или системный администратор или программист или кто использует данную операционную систему следующий модуль в ядре это модуль управления памяти надо сказать что управление памяти построено на управлении некими блоками памяти или можно сказать сегментами или страницами памяти еще можно сказать они разбиты по 4 килобайта соответственно ядро занимается тем вернее модуль ядра управления памятью занимается тем чтобы следить что там какая-то информация которая туда попадает записывалась в порядку чтобы где какой сегмент или какая страница памяти отвечает какой информации как их соединять как их разбивать потому что информация может быть не 4 килобайта точно на одну страницу а например там 15 килобайт и он необходимо порезать на части распихать по различным страницам и соответственно потом когда вам понадобится информация собрать ее воедино и предоставить вам как единственное целостное собственно модуль управления памятью ядра занимается как раз таки вот этой штукой далее есть у ядра виртуальная файловая система о ней я чуть-чуть позже расскажу потому что там целая целая структура есть могу пока говориться о том что это тоже ну за повторение модуля ядра который отвечает за управление тем что есть у нас на жестких дисках грубо говоря так пока грубо говоря так далее еще одним модулем ядра есть сетевой стек сетевой стек это некий API некий скажем так некий связующий некий связующий элемент который связывает уже непосредственно протоколы какие-то там TCP, IP и так далее с архитектурными элементами то есть сетевой картой и так далее то есть это над протокол грубо говоря над TCP, IP вот и ну и собственно в ядре могут еще иногда есть еще модуль в котором могут храниться какие-то драйвера некоторых устройств вот и далее ядра у нас идет архитектурно зависимый код ядра то есть это ну такой явный пример это какие-то системы виртуализации которые напрямую зависят от вашего ядра которые напрямую общаются с ядром вернее через ядро общаются с аппаратным обеспечением вашего компьютера то есть телесервер что вы используете вот теперь что касается виртуальной файловой системы схемки есть и прежде чем рассказать о виртуальной файловой системе я расскажу о вообще о файловой системе подъятие файловой системы как таковой собственно файловая система это некий набор правил некий набор параметров и директив которые позволяют организовать правильно запись и хранение и отображение информации у вас на жертвых дисках операционной системы windows стандарты файловой системы это от 32 до этого 16 был но в основном сейчас новый это нтф практически сейчас не не встречу собственно файловая система отвечает за то как хранится информация на какие сегменты будет разбито какие у вас максимальные файлы могут быть записаны как это все структурировано на вашем жестком диске как это потом собирать и как вам предоставлять это для чтения для удобочтения конечному пользователю администратору или кто запрашивает информацию у операционной системы linux тоже есть свой формат файловой системы то есть она не использует нтфс как родной формат файловой системы она использует другой это x2 файловая система ну вернее сейчас x4 но начнем с x2 почему появилась сразу x2 непонятно то есть это файловая система которая разрабатывалась сугубо под linux сразу начинается исчисление данной файловой системы x2 x1 x1 ничего никто не слышал x2 это как это файловая система быстрая но не особо надежно дело в том что когда создавали файловой системы x2 о журнале журнале ровани файловой системы никто не слышал ну или не задумался журнале журнале ровани файловой системы это некий блок или некий некие записи которые ведутся самой операционной системой в ретроспективе что и как менялось в данной файловой системе на жестком диске журнале ровани полезно для того чтобы отслеживать какие-то ошибки которые возникают файловой системы а также если у вас возник клик там какие-то случаи с крахом файловой системы как таковой то вы по журналах можете попробовать их восстановить то есть журналирование помогает чуть-чуть сохранить то есть не все понятно что не все но помогает иногда сохранить тоже для примера приведу параллель с той же максов к виндовсам если у вас там случается жестким диском не знаю там первый сектор поломался еще но информация какая-то там еще на жестком диске есть вы можете использовать там какое-то там средство для диск доктора еще чего-то что вытащить там или recovery my файл еще чего-то что вытащить какие-то данные с вашего диска возможно то есть возможно вытащить эти данные с вашего диска только от того что файловая система файловая система FAT32 и Enterofas в виндовсе являются журналированными то есть грубо говоря данное программное обеспечение читает журналы файловой системы и по этим журналам пытается собрать воедино то что там вообще есть на этом диске пропуская там какие-то битые сектора вот а если вы попробуете восстановить например диск с файловой системой в виндовской файловой система FAT16 то у вас это не получится вообще то есть у вас если там бился один диск один сектор на диске то у вас ломался полностью весь диск вы можете могли вы просто выкидывать сразу так собственно было и с файловой системой X2 она не журнализовалась и и все поэтому разработчики файловой системы решили пойти дальше добавить ей журнализирование и собственно создали файловую систему X3 то есть версии просуществовала она по-моему где-то полгода и после этого сразу была вопщена файловая система X4 тоже журнализирована все нормально ну единственное отличие X4 от X3 то что X3 была жутко нестабильная файловая система и падала буквально от малейшего перебоя питания она сразу переставала работать и сыпалась X4 X4 на данный момент является последней редакцией файловой системы для операционной системы Linux и сейчас она усердно используется файловой системы Linux и в принципе FBSD тоже можно использовать но у них там еще и дубы вот собственно есть еще одна файловая система которая называется Razer FS вот она тоже является операционной файловой системой Linux но не используется как родная файловая система она тоже журналируемая и достаточно быстрая единственное отличие между Razer FS и X4 в том что X4 быстро то есть показывает свою наилучшую производительность когда использует большие файлы то есть когда оперирует большими файлами Razer FS очень очень шустро когда использует мелкие файлы вот поэтому обычно в производстве используется так операционная система и что там еще с операционной системой идет устанавливается на X4 то есть X4 файловая система Razer FS устанавливается на какой-то там разбивается какой-то другой диск Razer FS и этот Razer FS добавляется какой-то там не знаю FTP сервер или еще чего-то где там файловое файловое хранилище где постоянно какие-то мелкие файлы там обращаются там редактируют удаляют добавляют и так далее то есть она достаточно шутка также могу сказать что то что linux не использует по умолчанию там по 32 и interface не значит то что linux не умеет с ними работать linux умеет работать очень хорошо с этими файловыми системами поэтому вы можете их подмонтировать как дополнительные диски проблем с этим вообще никаких сейчас уже нет раньше буквально там лет наверное 5 назад это было такое такие танцы с бубном занимали кучу времени чтобы подмонтировать ntfs диск под linux но тем не менее сейчас уже это не так собственно вернемся к виртуальной файловой системе что собственно это такое как видите у нас есть очень-очень-очень много различных файловых систем то есть это 4 это 0FS это ntfs это FAT32 там еще их куча-куча-куча есть которые можно подмонтировать к системе которые можно подключить к операционной системе для того чтобы не держать директивы и какие-то артефакты этих всех файловых систем в памяти ядра то есть не забивать лишним ядро было придумано виртуальная файловая система которая является некой такой прослойкой между ядром и файловой системой которую вы выбрали устанавливая на свой жесткий диск вот она знает все директивы все команды файловой системы всех файловых систем которые вы можете подключить под систему с ядром общаются на понятном на понятном языке для ядра вот это ускоряет работу ну и собственно потому что у вас там может быть пять жестких дисков и все с разной файловыми системами соответственно вам виртуальная файловая система очень облегчит жизнь в том что будет гораздо меньше потребляться ресурсов ядра для общения с той же файловой системы вот так у нас лицензии а и загрузка помимо того что я уже сказал что операционные системы линус бывают платные и бесплатные бесплатные лицензии бесплатные линуксы тоже бывают с некими ограничениями в данный момент есть таких три основных лицензии которые используют операционные системы линукс в своих своих продуктах это патч лицензии это gpl лицензия и это bsd лицензия вот все они налагают какие-то ну где-то какие-то свободы где-то какие-то ограничения по использованию продукта вкратце расскажу чем они отличаются между собой собственно есть понятие что все продукты которые производятся от какого-то программного продукта которые имеют лицензию должен этот продукт должен иметь такую же лицензию как скажем так первоначальный продукт грубо говоря есть у вас какой-то браузер разработана какой-то компания неважно выпущен под лицензией предположим апатч лицензии 2 вот если вы берете продукт он с открытым кодом все то есть никто вас не ограничивает вы изменяете что-то и выпускаете там этот браузер пускай у вас будет какой-то браузер хром вы взяли его переписали что-то и выпускаете какой-то там браузер куб вот соответственно по лицензии апатч вы можете спокойно его выпускать там с какой угодно лицензии хоть закрытый хоть там платный и так далее то есть апатч на вас не налагает никакие ограничения по этому поводу без лицензия тоже не налагает на вас никакие абсолютно ограничения по соблюдению каких-то там лицензий и так далее а вот JPL налагает на вас следующие ограничения если вы там взяли тот же браузер если вы отредактировали и если вы выпустили ну выпускаете какую-то свою версию вы обязаны придерживаться той же JPL версии той же JPL лицензии что и как бы родительский продукт который вы изменяли что касается апач апач требует чтобы если вы изменяете первоначальный продукт если мы уже взяли браузер давайте браузер если вы изменяете первоначальный продукт то вы должны приложить всю документацию по к вашему продукту от родственного продукта то есть от того продукта который вы изменяли а также указать что конкретно вы изменили и какой продукт вы брали за платформу для разработки своего продукта безд собственно этого ограничения не налагает и везде в принципе достаточно такая привольная лицензия то есть по сути у него никаких ограничений как таковых нет единственное это ограничение вы не имеете права использовать в рекламе своего продукта упоминание о продукте который вы изменяли то есть если вы там взяли браузер хром изменили его выпустили браузер купом то там рекламировать как-то вроде там новый браузер на базе браузера хром вы не имеете права то есть ограничение данной лицензии собственно больше таких как бы ограничений по этим по этим лицензия нет то есть все продукты бесплатные все продукты можно изменять можно перевыпускать и так далее так что у нас так у нас загрузка Linux теперь вернемся чуть-чуть назад и поговорим о том каким образом у нас собственно загружается наша операционная система то есть с самого начала мы так частично позатрагивали уже все но собственно комплексно об этом не говорит итак загрузка что у нас происходит с момента нажатия на кнопку вашего компьютера то есть у нас подаются какие-то импульсы какой-то ток на какие-то катушки на какие-то там диоды еще чего-то и у нас передается доходят у нас импульс до операционной системы BOS собственно да BOS это операционная система она была разработана которая является операционной системой ввода-вывода по сути она умеет только редактировать какие-то параметры то есть все вы наверное ее прекрасно видели она умеет редактировать какие-то базовые параметры загрузки там передачи информации и так далее на вашем компьютере обычно это модуль который вшит в материнскую плату вашего компьютера собственно после того как BOS получил какие-то импульсы он передает дальше информацию вернее он вызывает MBR раздел MBR раздел это ну он наверное уже такой не совсем раритетный но тем не менее достаточно древний раздел и сейчас используется GPU больше но собственно раздел MBR существует и он как бы используется то есть POS передает информацию а вызывает собственно MBR раздел он достаточно мелкий и в нем хранится только дальнейшая на данный момент хранится дальнейшая информация о том куда собственно передавать какие дальнейшие данные после того как BIOS вызвал MBR MBR вызывает то что я говорил GPT это скажем так надстройка над MBR что ли которая уже сейчас более развита чем тот же MBR и которая имеет больше информации а именно в ней хранится информация про разделы жестких дисков которые которые есть у вас на вашем физическом жестком диске что касается MBR почему собственно он остался так как передаточное звено но тем не менее почему он вытесняется дело в том что MBR имеет всего-навсего 2512 байт размер такой разделчик и он не может все много всего помещать и единственное собственно что что он делает то есть у него есть четкие ограничения по объему жесткого диска а именно жесткий диск у него жесткий диск о котором он может чего-то знать это ограничивается 40 гигабайт соответственно сейчас такие жесткие дисков наверное можно в музеях поискать поэтому он не особо прижился поэтому выпущена оснастка над MBR которая называется GPT она умеет использовать диски до 9,4 зотобайта то есть достаточно огромные и соответственно его сейчас хватает оснастка GPT вмещает в себя информацию про разделы жесткого диска также их называют лейблами или также их называют в линук среди партициями собственно партиция или раздел жесткого диска с номером 0 является загрузочным в нем хранится информация для дальнейшей загрузки все остальные разделы являются носящими какую-то информацию то есть носящими информацию про объем жестких дисков про информацию которая у них записана и очередности загрузки собственно что у нас хранится в разделе жесткого диска 0 это у нас хранится граб ну если мы говорим о линуксе это у нас граб у линукс у виндовса там чуть другое у линукса это граб либо это может быть тоже достаточно устаревшая система лила но некоторые ее используют граб собственно вот как она у нас раз пишется это грант unified bootloader то есть это загрузчик самой операционной системы в грабе находятся инструкции по тому как загружать ядро что вместе с ядром загружается какие драйвера какой последовательности и и собственно что следует за тем что загрузилось ядро после загрузки ядра загрузки всех необходимых драйверов всех необходимых фреймворков и прочего и прочего модулей что есть ядре ядро инициирует запуск одного единственного процесса этот процессор этот процесс называется init он находится в spin init сейчас мы будем рассматривать иерархию технологов собственно и увидим и этот единственный процесс имеет номер порядковый номер запуска единицу и он уже отвечает за запуск всех остальных процессов то есть всех остальных программ процессов и так далее которые запускаются вместе с стартом операционной системы существуют так званые ран левелы на которых которые определяют последовательности загрузки различных процессов системы то есть их есть всего шесть и в зависимости от того на каком ран левеле у вас находится какая-то из системных утилит которые должны запуститься вместе с стартом операционной системы так и нет ее и будет инициализировать грубо говоря вот находятся они тоже вот каталоге я их сейчас на живой системе покажу как они там находятся после этого у вас уже запускается то есть у вас уже есть готовая операционная система в которой уже можно работать вот у нас иерархия файловой системы сейчас я на картинке чуть буду показывать и чуть чуть буду показывать на живой живой операционной системы то что я говорил мы будем в основном все работать из консоли поэтому поэтому вот так то есть я буду показывать и так и так чтобы было чуть-чуть понять хорошо Сергей давайте сделаем перерыв буквально 5 минут покурить сделать кофе и так далее и возвращаемся к занятию так возвращаемся все на месте окей может за время перерыва у кого-то какие-то вопросы возникли или 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 кто-то что-то не недопонял недослышал и так далее если вопросов нет тогда мы продолжаем дальше собственно иерархия файловой системы до этого я рассказывал вам какие у нас есть файловая система то есть какие есть типы файловых систем но внешнее представление файловой системы не рассказывал сейчас мы исправим вот этот недосчет и я покажу какие есть иерархия файловой системы если проводить с иерархией файловой системы в операционной системе Windows то это у нас там есть какой-то диск есть диск есть у нас на диске c у нас есть Windows Users Program Files и так далее у них достаточно длинные имена достаточно очевидно собственно в Linux все чуть-чуть все по-другому и выглядит это вот таким вот образом все начинается с корневой файловой системы с корневой нового каталога а там он обозначается косой линии вот если мы возьмем консоль сделаем вот так вот команда сиди у нас указывает то есть вводит директиву что следует перейти в какой-то каталог или указываем какой собственно каталог нам необходимо перейти то мы перейдем в корневой каталог нашей файловой системы после чего если мы выполним команду ls давайте сделаю а не лс в принципе должна показать если сделаю команду ls сокращенную от английского list то мы увидим содержимое данного каталога то есть если я сделаю ls то он мне покажет все директории которые у нас тут есть которые у нас есть файловая система в принципе они в большинстве своем представлены на рисунку поэтому буду показывать на рисунку дальше мы будем углубляться как я уже говорил у операционной системы линукс есть так называемый суперпользователь или root у этого суперпользователя есть домашняя директория домашняя директория у него обозначается слэш root если мы возьмем живую файловую систему посмотрим содержимое директории root то мы увидим там какой-то snap только ну по умолчанию быстрее всего в ваших файловых системах она будет в ваших операционных системах она будет пустая потому что root ничего пока туда не положит если вы что-то будет скачивать то оно будет скачиваться как раз таки в root директорию ну либо если вы туда что-то будете копировать далее директория boot директория boot хранит в себе под каталоги и файлы которые связаны непосредственно с загрузкой операционной системы если мы выполним команду ls boot то мы увидим тут набор файликов ну собственно это не совсем файлики но тем не менее здесь есть system map здесь есть config здесь есть init rd здесь есть vms linux ну это из основных таких далее это retro line там и обе это дополнение собственно vm linux это образ ядра вашей операционной системы ну в данный момент который устанавливает с версией 4.15 вот init rd это правило и порядок запуска самого init процесса о котором мы говорили и собственно какие процессы будут сопутствующие config предопределяет как загружается ядро какие драйвера и так далее system map это некий собирательный образ что что зачем выполнять то есть мы сначала читаем config потом подгружаем vm linux и собственно далее запускаем init image это как бы такие набор правил что то есть соответственно каталог boot хранит в себе все файлы которые следуют для запуска также каталог boot хранит в себе под каталог grab под каталог grab хранятся конфигурационные файлы основной конфигурационные файлы это групп kfg из дополнительные конфигурационные файлы описание каких-то менюшек и так далее для grab как мы видели на слайде здесь grab у нас основной модуль загрузки всего вот соответственно это у нас раздел boot далее у нас идет раздел etc раздел etc наиболее наверное ну наверное вместе с boot но тем не менее наиболее старый раздел операционной системы linux изначально разработчики файловой системы долго думали как обозвать раздел в который будет складываться все и назвали его и тите соответственно так он и остался и тите то есть если переводить и тц с английского то это будет там в литературном языке это будет и так далее соответственно здесь здесь все здесь находятся конфигурационные файлы различных приложений здесь находятся библиотеки различных приложений здесь находятся какие-то шаблонные файлы которые будут использоваться и так далее для различного программного обеспечения соответственно здесь есть все то есть дальше мы будем изучать различные программные обеспечения и будем соответственно туда заглядывать то есть для начала могу просто показать содержимое если мы возьмем содержимое каталога и тети то у нас тут вот сколько бабочек различных каталогов и фаликов вот идемте дальше дальше у нас каталог каталог является некий некой неким каталогом которые создаются под каталоги для различных пользователей системы сейчас если мы на этой системе посмотрим каталог у нас там будет папочка user это папочка для моего пользователя который я создал в этой системе далее она будет пустая если вы будете использовать десктопный вариант операционной системы linux то быстрее всего у вас в этой в этом каталоге будут еще папки рабочий стол загрузки документы видео в принципе как в этом как в windows ну либо там downloads документы и так далее если вы будете использовать английский вариант в серверном варианте такого нет потому что здесь нет оболочки визуальной оболочки то есть в серверном варианте не используется визуальная оболочка вот поэтому так что касается различных операционных систем ubuntu при установке ubuntu если вы устанавливали если нет будете устанавливать то вас обязательно запросит чтобы вы ввели пароль вернее вы ввели логин и пароль пользователя при этом пароль на суперпользователя не задается то есть вы не указываете пароль рута при авторизации в системе вы авторизируетесь под обыкновенным пользователем которые вы задали и далее уже с помощью команды суду как я уже говорил война вот этих форматов вы можете повысить себе привилегию собственно как сделал я изначально это будет выглядеть вот так когда вы авторизировались то есть будет юзер далее будет вот такая вот штука далее будет указана хостной машины на которой имя машины на которую я авторизировалась и вот такой вот значок далее чтобы делать какие-то там скажем так чуть больше чем может обыкновенный пользователь выводите судом суду минус ас и вводите пароль вашего пользователя для того чтобы перейти под учетную запись рут то есть под супер пользователя в убунте это так если вы например будете устанавливать с нтс вас не спросят ввода логина для обыкновенного пользователя и пароля но вы зададите пароль под рута и авторизироваться на сервере вы уже будете непосредственно под рутом а потом если хотите будете создавать себе пользователь поэтому в центр оси каталог home не будет содержать никакого пользователя а он будет просто пустой далее далее у нас каталог мнт достаточно такой рудиментальный рудиментальный наверное хотя не особо рудиментальный сейчас будет но достаточно старый каталог мнт тем не менее он используется изначально был придуман для того чтобы монтировать туда какие-то съемные диски в основном это касается наверное флешку вот изначально когда вы подключали флешку к вашему системному блогу то есть или там ноутбуку или еще чему-то то она появлялась здесь в каталоге мнт например диск 1 вот рудиментальный потому что вместо него сейчас существует каталог медиа вот и все на самом деле сейчас монтируется в каталог медиа хотя тоже зависит от операционной системы которую вы используете дистрибутива линукс может разниться например там центре если может в мнт по-прежнему монтироваться а в бунте будет монтироваться медиа то есть такой нюанс тоже бывает но у нас есть два этих каталога поэтому мы уже отталкиваясь от того какими операционной системой мы пользуемся соответственно мы ищем наш съемный диск там где мы собственно там где мы уже знаем либо там либо в том каталоге далее каталог прок каталог прок является виртуальным каталогом в нем есть очень всего много виртуальным каталогом даже не так он является преобразованием вашей операционной системы виртуальном виде то есть при загрузке операционная система создает этот каталог он перезатирается и создается вместе каждый раз при старте системы вот и при загрузке система делает снимок сама себя и загружается вот этот прок каталог сделано это для того чтобы более быстрее отвечать на какие-то стандартные вопрос который может поставить оператор данного компьютера то бишь информацию о процессе информацию о памяти информацию о еще чем-то операционная система ваша будет брать не пытаясь у ядра осколков какой у нас там процессор и так далее она будет просто с каталога получать эту информацию то бишь если мы возьмем смотрим содержимое какого-то файлика с помощью можно посмотреть содержимое файлов мы если возьмем содержимое файлика прок cpu-info то мы получим информацию про наш процессор процессор какой здесь установлен что здесь есть сколько у него ядер то есть все он получается берет информацию вот этого файлика прок cpu мы тоже точно также можем делать команду и получить точно такую же информацию при этом команда lscpu пойдет виртуальный вот этот каталог прок и спросит у этого файлика что-то как какой процессор и так далее то есть по сути по сути это чтение одного и того же файлика либо через команду либо через вывод этого поэтому каталог прок он неизменяем вы ничего не можете там изменить удалить и так далее с каталога прок не может даже супер пользователь ничего там удалить не может такс далее у нас каталог сис каталог сис у нас хранит информацию об оборудовании но скажем так не с позиции аппаратного обеспечения а с позиции ядра то есть как ядро видит это оборудование у себя вот если мы взглянем каталог сис мы увидим тут блок бас класс дав и так далее это у нас блочное устройство это у нас устройство типа пас это класса различных устройств это устройство девайсы прошивки файловые системы гипервизоры модули модули вернее какие-то девайсы от ядра модули ядра и собственно повар различные 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 модули для обеспечения для обеспечения питания каких-то там устройств и так далее вот это у нас каталог сис а вот если мы возьмем сейчас у нас там должно быть чуть дальше да каталог дав чуть дальше это как раз таки у нас описание всех устройств или виртуальное представление всех устройств именно с точки зрения аппаратного комплекса то есть если мы возьмем дав то у нас там будут различные устройства у нас тут будет там какие-то usb должны быть сейчас найдем их нет а это же виртуальная машина да у нас usb то не особо потому что виртуальная машина на ней usb не прикидывал поэтому обычно тут у нас пишет там usb 0 usb 1 и так далее все сколько у вас там есть выходов и так далее ну наиболее наверное часто используемая часть данного данного каталога это описание жестких дисков жесткие диски представлены здесь как вот такая вот вот такое вот название это sda это у нас первый жесткий диск который у нас есть в системе также если он будет второй, третий и так далее это будет sdb, sdc и так далее у жесткого диска есть разделы соответственно у него есть раздел 1 у него есть раздел 2 sda1 sda2 соответственно у более старых версий Ubuntu у них есть сразу три раздела то есть это разбивка по умолчанию мы дальше будем учить разбивку жесткого диска при установке скажем так в мануальном режиме то есть вручном режиме соответственно мы будем разбивать как там уже что будет хотеться здесь у нас разбивка скажем так из коротки как он захотел так он установил поэтому у нас тут есть sda1 sda2 все если вы будете устанавливать версию 16.04 у вас будет sda1 sda2 sda5 так как он создает три диска ну и дальше по мере того как нам что будет надо будем изучать с лишним давать что мы с ними можем делать так следующий каталог это у нас каталог bin каталог bin у нас собственно у нас есть два одинаковых каталога почти с почти с одинаковыми функциями у нас каталог bin каталог bin находится если говорить языком windows сатт ярлыки для запуска их пользователями то есть это каталог bin вы можете ну тут как таковых ярлыков нет тут есть команда которого вызывают то есть команда кат например который мы уже использовали вот она есть это просто представление в данном каталоге когда вы вводите команду кат что-то там посмотрите какой-то файл это идентично того что вы ведете bin то есть это это одно и то же просто кат это уже как бы такой короткий путь а bincat это полный путь до того что вы можете запустить также есть другие тут же сиди должна быть команда это вообще системный то есть команда мы позже будем учить я по них вот команду пинг наверное все знаете названа тут есть вот и второй каталог о котором я говорю то есть у нас есть каталог bin и у нас есть каталог с bin разница собственно между этими двумя каталогами первый каталог bin который у нас используется для выполнения команд каких-то обыкновенными пользователями то есть все команды которые здесь есть или там директива которые здесь указаны могут выполняться обыкновенными пользователями без повышения привилегий команды которые находятся в судин могут выполняться только пользователями с привилегиями рута то есть вам необходимо повысить привилегий до рута ну либо до системы самой и тогда ну либо сама система может выполнять либо рут может выполнять команды которые находятся в этой территории вот тут их тоже очень много но они как бы могут пересекаться с бин то есть с командами из каталог кидин но обычно они не должны пересекаться тут уже другие команды то есть разбивка диска чек диск и так далее различные системные спорта кутилит и команды вот и на слайде у нас еще есть одна директория которая называется лип директория лип хранит себе библиотеки которые используют систему для работы то есть они разбиты тоже под под директорием и имеют обычно окончание со ну там если есть какая-то версионность он она может быть со . что-то вот но обычно окончание со и это является библиотеки для работы с каким-то либо программным обеспечением либо с какими-то обратными устройствами и так далее вот на самом деле на слайде представлены еще не все директории сейчас покажу еще какие у нас директории есть да команда clear которая постоянно ввожу позволяет очистить терминал от команд которые я вводил ранее ну вернее они там есть верху если скромно и они то есть но на крайне не не видно то есть для удобства удобства отображать вот если мы возьмем содержимое каталога л.с. у нас есть еще несколько библиотеки для работы с каким-то аппаратным или программным обеспечением но туда обычно зависимость от разрядности если общие то библиотеки сюда если библиотеки только под 64 битные системы то ложатся сюда lost found lost lost found потерянные какие-то файлы обычно там ничего нет медиа я вам уже рассказывал что сюда монтируются флешки ну как на каких линуксах может сюда может сюда либо в медиа правилам хорошего тона если вы используете какое-то нестандартное программное обеспечение или собираете это программное обеспечение с каких-то исходных кодов или сами пишите это программное обеспечение не хотите чтобы она работала у вас правилам хорошего тона считается помещать это обеспечение сюда как все установлены программное обеспечение с пакетов и т.д. обычно устанавливается в каталог либо и т.д. либо в каталог USR, в зависимости от того, кто его устанавливает. Если программное обеспечение для пользователя какого-то, то в USR. Если общесистемный сервис, сервер и так далее, то есть там какой-то веб-сервер или баз данных, то вот сюда. Так вот, если вы хотите использовать какое-то свое программное обеспечение, то правило хорошо что на его помещать сюда. Вы, конечно же, можете установить куда угодно, но я вам рекомендую тоже использовать каталог OPT для этого. Каталог PROCT мы прошли, каталог ROOT мы прошли, каталог RUN. Есть такой еще каталог, который называется RUN. В каталоге RUN хранятся файлики, которые обозначают запуск каких-то процессов. Они имеют обычно расширение PID, и хранят в себе номер какого-то процесса. Например, мы возьмем какой-то процесс CROM-D, например. Если мы посмотрим содержимое этого файлика, то мы увидим номер. Номер это 1055. У этого процесса, который запущен, есть номер, который я уже говорил, и этот номер у него 1055. Если мы хотим посмотреть всю таблицу, какие процессы у нас запущены, мы можем использовать какую-то утилиту. Либо можем использовать утилиту, например, TOP, который нам покажет все процессы, которые запущены, и какая-то нагрузка и так далее. Но об этом чуть-чуть позже. Либо можем использовать директиву PS AUX и посмотреть все процессы, которые у нас запущены таким образом, то есть в статическом режиме, и со всеми PID-ами, которые... То есть PID- это номер процесса, который у нас есть в системе. Утилит... Вернее, директива PS AUX позволяет отсортировать по очереди, которые... Какие процессы у вас запущены в системе. Соответственно, вид этого всего это так. User, то есть пользователь, который запустил этот процесс. Номер по порядку. использование CPU процессора, использование оперативной памяти, использование виртуальной памяти или CAS, называется по-другому. RSS активность системы, TT Y это в какой консоли был запущен. То есть, ну, данный без консоли был запущен, но ничего не запускали, я позже покажу, как она выглядит, если кто-то из консоли сейчас запустил. Статус. Это старт. Собственно, когда он запущен, этот процесс? В 15.46, но у меня тут быстрее всего часы неправильно идут, поэтому оно так. И, собственно, тайм, сколько он работает, а, он может перезапускаться, да. Собственно, сколько он работает времени. И далее команда, которая запустила процесс. Как я уже говорил, первый процесс это инициализация init, то есть запуск службы init, с min init. Вот он. Ну, а дальше init уже запускает все, что надо. Так вот, мы увидели, что у нас крон.d имеет ID, то есть, или номер, это 1055. Вот он у нас. Мы находим этот номер и смотрим, что он у нас имеет, какая команда его запустила или какая команда его использует и так далее. Достаточно удобная штука, то есть, ну, каталог run у нас достаточно удобная, потому что мы можем узнать пид любого собственного процесса, который у нас сейчас запущен. Можно по-другому чуть узнать, но об этом тоже попорше. Вот. что еще у нас есть по каталогам. По каталогам. У нас есть еще каталог snap. В каталог snap складывается снапшоты системы. Снапшоты системы это некий снимок позиции системы, то есть, на данный момент. Обычно это применимо хорошо в каких-то виртуальных машинах, когда мы будем рассматривать виртуализацию, я покажу, как снапшоты делаются. Но суть в том, что вы получаете, получается, делаете бэкап полностью всей системы. В случае, если что-то у вас случилось, вас не устраивает, вы можете этот бэкап полностью развернуть назад, у вас получается система с актуализацией на позавчера. В индексе есть такой инструмент, тоже называется восстановление системы. Вы тоже можете после установки каких-то реверов она делает автоматически контрольные точки. вы можете вернуться до контрольной точки недельной данности, например. Если не отключили, конечно, этот инструмент. Тут точно такая же штука. Есть у нас каталог, который называется SRV. По умолчанию он пустой и, скажем так, был создан для того, чтобы в него помещали какие-то файлы сервера. Например, это веб-серверы, базы данных и так далее. Но ни в дебианообразных, то есть ни в Ubuntu, ни в Debian, ни в Red Hat, CNTS и так далее, он особо не прижился. То есть каталог есть, но он обычно не используется. Обычно используется там чуть другой каталог, а в SRV используется в Сьюзи, например. В Сьюзи туда складывает данные веб-сервер. а все остальные не особо. Так, СИС мы разобрали, каталог ТМП. Ну, каталог ТМП, наверное, как следует из названия, является каталогом временным, темп, и перезатирается после перезагрузки системы. Обычно служит для хранения каких-то данных, которые там нужны на Сьюю минуту, а потом они перестанут нужны быть, то есть и, собственно, не заморачиваться там, чтобы их удалять, не удалять и так далее. Далее, у нас каталог USR. В каталоге USR, в принципе, как я уже сказал, если ставится какое-то программное обеспечение сугубо для какого-то пользователя, то оно располагается под каталогом в каталоге USR. Так, далее у нас каталог Bar. Собственно, достаточно большой и, наверное, достаточно часто используемый каталог. Сейчас объясню почему. Если мы возьмем содержимое каталога War, то мы получим тут кучу всего интересного. Начнем, наверное, с конца, дабы отсечь не совсем важный объект. TMP. Собственно, то же, что и TMP в корневом директории, то есть временные файлы. спул 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 каталог, который по умолчанию пустой. А, нет, есть там что-то. спул это каталог, который используется для обмена какими-то, в основном это обмена почтой, либо обмена какими-то сообщениями между пользователями одной системы, то есть вашей операционной системы, либо если у вас настроен почтовый сервер, то обмена между почтовиками, то есть отправить куда-то письмо и так далее, все будет проходить через этот каталог. То есть письмо сначала попадает в этот каталог, а потом уже отправляется получатель. Либо, как я уже сказал, сообщениями. То есть у нас есть крон, это штатный планировщик Linux, мы его тоже будем изучать, он может поставить какие-то сигналы. То есть например, что-то выполнилось, что-то не выполнено, то, что вы запланировали и так далее. Соответственно, все тоже сообщения будут храниться тут. School это что-то вроде черновика для хранения каких-то сообщений. Snap тоже, что у нас в корневой, то есть для снэпшотов. Run это то же самое, что у нас было. Opt то же самое, что у нас было. Теперь у нас есть Mail. в Mail уже интересней. В Mail уже интересней, в Mail уже хранятся не черновые варианты каких-то сообщений или письм, а уже готовые полноценные письма и сообщения, если таковые приходят и у вас настроено средство для получения и отправки почты. То есть у вас будет там создан почтовик и вы там сможете получать какие-то почты. Если у вас настроен сервер и у вас на этом сервере будут храниться мы дальше будем устраивать PUSTEX и у вас будет храниться множество пользователей, которые будут использовать этот почтовой сервер. У вас в этой территории будет множество подкаталогов для каждого пользователя и все письма будут храниться в этой территории. письма дали каталог лог достаточно часто используем каталог для чтения всякого вида логов. Все программы которые запущены в пропорционной системе линукс ведут вернее не все а большинство ведут свои логи. То есть это начиная с ядра и заканчивая чем угодно. то есть если веб-сервер будет установлен тут будет какой-то Apache .log то есть логи это запись активности какого-то сервиса какой-то программы то есть что он делает когда он делает и так далее. Логи можно условно разделить на два типа это собственно логи которые ведут какие-то записи жизнедеятельности процесса или программы и ереры которые собственно непосредственно уже какие-то проблемы какие-то случаи нестандартные записывают себе вы можете зайти и почитать если вам не захочется какой-то перна лог он большой ну и почитать что у нас делало собственно ядро и когда оно делало и так далее так все посмотрим вар так вар у нас лог мы посмотрели лог это блоки автора они пустые позже мы будем что-то сигналить и покажу что-то есть еще локал это папка идентичная собственно это логи вся у нас есть такая вот и что такое еще краш это у нас корзина аналог корзины windows каш все что попадает в каш операционной системы памяти преобразуется каш то есть там какие-то палики создаются и бэкапс этой она пустая если вы делаете какие-то бэкапу каталог специально для того чтобы вы складывали какие-то бэкапу именно туда чтобы можно было их потом достать и что-то там куда-то восстановить дальше когда мы будем устанавливать какие-то сервисы программного обеспечения здесь будут появляться другие папки там какие-то www без веб-серверов там деби для данных и так далее мы будем их чуть больше использовать и больше рассматривать по каталогам у меня все и слайда у меня тоже все хорошо какие у вас есть вопросы по сегодняшнему занятию либо какие-то административные может вопросы остались по технологии проведения занятий или еще что-то динамик подпишете крючком залив приклеить таск двое масло 安я все в даже к т это